Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, вторая часть. Перебираем коробочку, что нам прислал Rehards. И смотрим. Если честно, я даже не смотрел. Поэтому будем смотреть вместе с вами. Так, вот такой огромный Samsung. Далее, Biofon. О, наподобие такой какой-то у меня был. Кто-то мне присылал из подписчиков. Дальше. Samsung 900, по-моему. Моделька. Nokia C7. Ой, какая, ребята, лапушка. Ляньте в идеале. Так. Дальше. Было раньше. Еще D900. Далее. D500. Опа, тут битый дисплей. Смотрите, какое состояние вот самого дисплейного стекла. И взяли его специально. Это преднамеренно взяли, просто и ударили. Состояние корпуса тоже было классно, если бы не чухалось. Так. Дальше. Это кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это стопудово просто взяли со злости. Рубануль, город. Не доставайся ты никому. Ляньте состояние корпуса, ребята. Так. А что это у нас за моделька? Sony Ericsson. J102. Не знаю такого. Дальше. Это у нас Samsung. Наверное, G700. Ну. Или U700. Так. Сейчас будем смотреть. Richard мне написал, что он мне давал. Присылал такие аккумуляторы. Но я сейчас объясняю, что я тоже D900. Я их повывозил. Поскладывал. Так как идет ремонт. Поэтому найти что-то сейчас. Это смерти подобное. Так. Все пусто. Ага. Эта кнопка, по-моему, с 600-го Samsung вылетела. Ну и все. Воздух, воздух. Так. Ну, смотрим. Значит, что у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А вот вчера вроде я считал двенадцать телефонов на видео и сам. А у меня их в реале. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Или сне... А, двенадцать. Все правильно. Двенадцать, два, четыре. Ну, это я. Ребята, и вы мне хоть описали, что N95. И N95, кстати, был один. Их не два было. Так. Ну что. Сейчас я нахожу аккумуляторные батареи. Ну, и попробуем запустить эти телефоны. Так. Ну что, ребят. Для вас прошло пару секунд. Нашел я аккумуляторные батареи. Ну, давайте пробовать вставлять. На одном телефоне попробовал он биты. Сейчас будем смотреть, что у нас с этими телефонами. Этот тоже биты. Это Samsung D900i. Я вижу у них дисплеи биты. Дальше смысла проводить проверки нету. Так как дисплеи биты. Но, благо то, что я любитель собирать все вот такие телефоны. В свое время по-назапасе много телефонов. Поэтому где-то у меня есть к ним дисплей. Поэтому будем его останавливать, реставрировать, пробовать. Так. Этот вообще не включается. Ага. Значит, я тот включал. Так. Этот вообще трупяком. Я специально сделал. Шторами закрыл, чтобы солнце не светило. У нас сегодня 38 в тени. Голова взрывается. Это, конечно, жесть. Если вчера мы на море отдыхали и было все зашибись, то сегодня, конечно, полный алискапут. Сколько я сегодня выслушал оскорблений. Видно, тех, которых я забанил за всякую гадость матюки в мой адрес. Так они мне начали уже писать на электронную почту с угрозами. Это просто клоуны. Знаете, люди думают, что тут перед ними сидит Вася Лох. Которого можно запугать или что-то. Знаете. Скорее всего, малолетки. Безмозговые малолетки. Так, это у нас также D900. Телефон вроде включился. Сейчас давайте попробую вставить сим-карту. Говорю всем еще раз. Если вам что-то не нравится, я не нравлюсь. Я же не заставляю меня любить. Просто отключите, судите. Или вы думаете, если вы мне напишите гадость, я вам не отвечу гадостью. Я прошел 90-е. Еще пооставались ребята связи. Поэтому не надо меня пугать и что-то какую-то говорить гадость. Головы поотрывают на раз, два, три. Пробуем. Сим-Энерген, видите. Скорее всего, или с симкой что-то внутри сломано. Потому что я вставил симку и телефон просто ее не хочет видеть. Не знаю почему. Это вот болезнь. Вот опять зацепилась эта симка. Ладно, сейчас попробую ее вытянуть. Ну, я разберу. Посмотрю, может где-то загнуты усики. Обычно вот у этих D900-ых болячка, это вот загибаются усы. И все, телефон наступает гоплык. Ну что, ребята, у меня застряла симка. Думаю, заодно разберу телефон. Открутил шесть саморезов. Взял, снял вот эту крышку. Вставил аккумуляторную батарею. Поправил контакт. Один был контакт, их загнуты. Ну, давайте смотреть. Вроде включился. Тут у меня просто отходит аккумуляторная батарея. Поэтому, сейчас посмотрим. Вроде включился, вроде увидел карту, вроде бы. Ну, смотрим. Поэтому никогда ничего не бойтесь. Если не знаете, пишите, что знаю, напишу, подскажу. То, что, как говорится, проверил на своей шкуре. Киевстар. Видите? У меня сегодня видео такое. Будет, наверное, долгенькое. Но, думаю, будет продуктивно. Заодно, сейчас сразу все и проверим с вами. О, работает громкая связь. Вот и все. Ловкость рук и никакого мошенничества. Телефон работает. Пожалуйста. Все. Здесь можем мы снять с него дисплей. Здесь у нас, смотрите, в идеале вся начинка. И сделать из двух красавчиков один полноценный телефон. Полностью, чтобы с e-mail был. И все будет отлично. Здесь у меня вот заглушечки. Сейчас я их аккуратно уберу, чтобы не растерять. И потом, после видосика, наверное, запилю вам сразу ремонт этого телефона. Будет у нас один красивенький телефончик. Далее, у нас есть телефон D500. Сейчас найдем на него аккумулятор. Так, ну что, я вставил аккумулятор. Ну, что-то, никаких отзывов. Телефон вообще не включается. Сейчас я попробую, конечно, взять. У меня лабораторник я подключил на всякий пожарняк. Сейчас попробуем чуть-чуть запитать аккумулятор. И попробуем еще позицию. Пробую, имею в виду. Так, ну что, ребят, не пойму. Оба аккумулятора, которые присылал Рихард, что-то они трупанули. Или я их вовремя не зарядил. Или они вообще ушли в ноль. Короче, не берет их лабораторник. А здесь клеммы расположены сильно близко. Боюсь спалить. Короче говоря, я найду аккумулятор на него. На D600 я уже сегодня нашел. Я покупал эти, как они называются, доноры. И на донорах стояли аккумуляторы. Вот как раз мы с них и проверим. После этого видоса буду работать. Запилю еще вам один видосик, чтобы вы посмотрели. Так, сейчас мы проверяем с вами Nokia C201. Она с задней крышкой. Ну, такая, довольно потрепанная в виде. Этот телефон мы попробуем перепрошить. Он хорошо шьется на русский язык. Вот этот телефон мне понравился, но он труп. Я проверил. Ставил аккумуляторную батарею. Она не работает. Я думаю, может, не достают контакты. Поставил на лабораторник. А ноль по массе. Короче, лабораторник на него не действует. Не короткое, ничего. И телефон просто не звонит. Работает. Ну, давайте попробуем проверить его лайфтаймер. Что-то он подтупливает. 92, так, 92, 7, 0, 26, 89, решетка. Одиннадцатый год. И телефон, да, поезженный. 468 часов наговорили на данном телефончике. Так, идем дальше. Дальше у нас, ребятки, вот такой вот телефон интересный. Nokia 7360. Я, наверное, сейчас проверю его на включение. Потому что, скорее всего, мне надо будет склеить мою симку. Потому что я уже задолбался, если честно говоря. Я боюсь просто выломать слот сим-карты. Поэтому просто сейчас, наверное, ее подклею. Так, телефон включается. И это радует. Телефон женский. В розовом цвете. Будем делать проверочку. В довольно хорошем состоянии. Схроне. Так. Далее. Интересный телефон. Никогда такого не было. Nokia 5030. Давайте этот я уже проверю. Потому что тут легче вытягивать симку, нежели в том. Так. И включаем. Не хочет. Не включился. Не включился. Ну, какие-то проблемы не поймут. Тоже с дисплеем. Какое-то мутное изображение. Movistar. Телефония Movistar. Время окей. Все окей. Ну, смотрите. Вроде Movistar. Видит он, интересно, нашу карточку. Все отлично. Все работает. Так. Давайте теперь посмотрим. 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Ой, ребята. Как все плохо видно. Это вообще. Так. Ладно. Будем менять обои. Потом посмотрим. Ну, самое главное, что он звонит. Работает. И это радует. Сразу, пока я искал аккумуляторы, попробовал. Надо сейчас найти, правда, какой родной аккумулятор на C7. Он, ребята, на западло запаролен. Так. Этот телефон даже включать не буду. Почему? Говорю вам сразу. Он не включается. Вставлял карточку. Он не включается. Биофон. Если честно, я не пробовал. Биофон. Это китайцы у нас. Не знаю. По-моему, он без АКБ. Или с АКБ где-то вставляется. Ага, вот она. Под палец. И вот так. Нет, без аккумулятора. Так. Ну, что, попробуем биофошку. Давай биофошечка. Конечно. Заморочусь, а потом. Ой. С доставанием сим-карты. Ну, бог с ним. Так. Что ты? Залазишь. Так. А как ты включаешься? Как обычно, да? Не хочет. Что ты, биофончик? Труп. Биофоша хороший. Биофоша труп. Но реакция ноль. Давайте попробуем 63-го. Нет. Нет, ребят. Никакой реакции. Хотят и этот телефон в пленке. Но что-то он не хочет. Это у нас плюс. Это у нас минус. Странно. Удивительно. Но не смертельно. И вот этот мне очень понравился. Он вообще как с нуля. Конечно, состояние. Кто-то из ребят писал, что здесь на этом телефоне стоит AMOLED дисплей. Смотрите, ребята, лялька. Он включается. Появляется надпись Nokia. Начинает грузиться. Прогружается. Доходит до системы. И потом просто выпадает. Ведите пароль. Сам запаролен телефон. Ну, в таком случае я использовал прошивку в мертвом режиме. Но для того, чтобы его прошить, я же не буду так сидеть 2 или 5 минут. Держать аккумулятор. И бояться, что он где-то улетит в сторону. И с телефона я получу кирпич. Вот security-код. Это security-код телефона, который я не могу никак не сбросить ничего. Поэтому буду лечить только прошивкой. Читал на форумах, что вот эти все, если на андроиде лечится Hard Reset, то в этих телефонах лечится просто перепрошивкой. Не знаю, ребята, ни разу не шил именно эту модель. Я боюсь, чтобы не получить труп. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому, хочешь не хочешь, то он где-то так будет валяться. Нет, хотя аннуляться не будет, там мне Rehards присылал. Можно будет перебартировать. Ну, буду пробовать. Так, далее. J-102. Так, на него КБ не нашел. Сейчас буду подбирать. Так, ребят, ну что, нашел я аккумуляторную батарею. BST-43. Прошлый раз мне Rehards присылал. Огромное спасибо. Теперь я их собираю, сделаю полную экспозицию этих батареек. Ну, вот он, битый дисплей. Поэтому проверок мы с вами проверить не сможем. Не знаю, у него в некоторых моделях, этих Sony Erikson, шла тачскрин, шел тачскрин, не знаю. Скорее всего, нет. Посмотрю, что у меня есть из доноров. Посмотрю, какой дисплей сюда подходит. Может, куплю что-то в Украине, чтобы был дисплей это. И сделаю полноценный телефон. Но это все в планах, поэтому таких проектов очень много. Что у нас с этим товарищем? Это у нас У-700. Значит, что я включал через аккумуляторную батарею. Он не хочет вообще почему-то включаться. То ли ему не хватает моща, то ли что ему еще надо. А что получается, когда мы подключаем лабораторник, он начинает просто мигать. Почему не включается через... через аккумуляторную батарею? Если честно, я не могу понять. Шить я эти не могу. Надо не почитать. Во-первых, у меня нету бокса, чтобы шить. И вот такая петрушка получается. Сейчас я вам покажу. Мы берем кнопку питания. И вот так продолжается. Мигают все клавиши. На аккумуляторной батарее он вообще не включается. А на лабораторнике он вот так мигает. Если кто из профессионалов, ребята, знает, напишите, пожалуйста. Буду благодарен, что и из-за чего это происходит. На этот телефон я нашел приблизительно батарею. Сейчас постараюсь его прошить. Поставлю на зарядку. Ну и на этом сегодня видео. Второе наше заканчивается. Вторая часть посылочки. Сразу пойдут ремонты. Так что, ребята, ждем. Подписываемся. Ссылочки на второй канал будут в описании. На донат в описании. На группу ВК тоже все в описании. Переходите, подписывайтесь. Добиваем до 50 тысяч подписчиков. И начинаем разыгрывать телефоны. Так что активно подписывайтесь. Условия потом, когда будет 50 тысяч, я сделаю определенное видео. И мы с вами поговорим на эту тему. Все, ребята, всем пока. До новых встреч. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok